Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Сегодня я к вам с подборочкой своих ароматов. Ароматы кремовые, нежные, такие со взбитыми сливками, где-то воздушные, где-то немножко кремовость эта пудровая. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, еще несколько лет назад, да не несколько, с десяток лет назад, знаете, я вообще какие-то пудровые ароматы считала не то что бабушкины, просто какими-то они мне казались ретро-парфюмы. Что это за пудровый аромат, я не любила, не понимала ароматы пудрениц и все в таком духе. Но последнее время, да и уже давненько, я стала проникаться к таким ароматам. А еще больше полюбились мне кремовые ароматы, со взбитыми сливками, с какими-то маршмеллоу. То есть все в таком духе. У меня сегодня гвоздь программы, но я оставлю на, как говорится, напоследок, то, что у меня появилось, как говорится, новый, но он старый аромат. Сначала расскажу вам о подборочке своей. Первый такой аромат, ребят, ну это Crystal Love от Tatar Collection. Это, конечно, прелесть прелестная. Это белый шоколад со сливками, с молочными такими нотками. Чуть дымный, чуть, значит, здесь маленькая даже присутствует какой-то минеральность. Вот эта вот дымность, минеральность. Молочный шоколад, какая-то ореховая здесь прелесть, прелестная. Недавно появился комплимент и уже ловлю. Шикарнейший, шикарнейший аромат на тему взбитых сливок и кремовости. Следующая парфюмка, ребят, это у меня вообще бюджетнейший аромат. А я его в свое время где-то или на Валберс, или на Озон купила. Что-то вообще, по-моему, по смешной цене. Если что, я ссылочку оставлю. Не помню точно, где я его брала. Ребят, копеечная штука, но он классный. Здесь, вы знаете, название его Ванила Черри. Я не помню, кстати говоря, кто это, кто это, что это делал. Но я говорю, ссылочку я кину. Но я здесь слышу вишенку. Но здесь это вишенка с клубникой. То есть здесь клубнично-вишневая сладкая пенка от взбитых сливок. Это такая нежность, ребят. Это такая прелесть. Это вообще вот моя, скажем так, поливашка. Я вот могу с утра днем на ночь его нанести. В нем засыпается очень легко, потому что он очень деликатный. О, там нет супергромкости, как, например, Кристалл Алафа Татар Коллекшн. Он громкий, стойкий, настырный, насыщенный. Может даже кого-то придушить. Меня ни разу не душил. Но этот аромат очень деликатная штучка. Но, ребят, для своей цены он просто, вы знаете, он ничем не уступает Татару. Вот правда, вот этот бы парфюм мы залили бы в Атар Коллекшн, назвали бы его. Вот его бы я назвала, ребят, Хаяти. Вот такая здесь мягкая, сладковатая и ванильная, и ягодная шапка взбитых сливок. Никаких химозных нот я здесь не слышу. Так как, например, Хаяти от Татар Коллекшн для меня химозноватый, такой он, какой-то немножко пластиковый. Здесь, ребят, такого нет. Я вам всем советую, присмотритесь. Недорогая штука, но очень и очень классная. Следующий любимый аромат на тему сливочности, на тему сладости. Здесь сладость для меня ванильная, белоцветочная. Это кремовая пудра. Пудра такая, вы знаете, очень громкая, насыщенная, настырная, но вместе с тем очень мягкая и деликатная. Нарцисса пудре. Шикарная композиция. У меня была соточка, я отдала племяшки, у меня там оставалось чуть-чуть себе, вот тридцатку я задублила. Я думаю, тридцаточки мне надолго-надолго хватит. Это прелесть и красота, ребят. Всегда, когда я в Нарцисса пудре, у меня всегда спрашивают, в чем я. Хотя многие отмечают немножко ретровость звучания этого аромата. Я не слышу, ребят, ретро. Следующий такой аромат на тему нежности, пудровости, какой-то молочности, это Дольче Габбана Пур Фэм. Я бы еще хотела себе, наверное, версию Интенс. Что могу сказать? Ребят, это малиновое маршмеллоу. Да, это даже не маршмеллоу, а какая-то вот пудра, которая посыпана маршмеллоу. То есть здесь и кремовость есть, и мягкость, и сливочность, плюс вот эта пудровость. Прекраснейший аромат, ребят, но тоже при неумеренном нанесении может многих задушить. Поэтому с ним аккуратненько, не перед лицом, под волосы. Красивый, обалденный шлейф, комплементарнейший аромат Дольче Габбана Пур Фэм. Присмотритесь. Следующий такой аромат, ну это, ребят, любимая моя Труссарди. Обожаю этот дом парфюмерный. Просто буду петь всегда Оду. Недорогие парфюмы. Классные, шикарные, стойкие, всегда комплементарные. Просто обалденные, обалденные. У меня это, ребят, Труссарди Донна Пинк Марина. Сюда можно включить и классическую версию Донны, но я решила показать Пинк Марина. У меня есть и тот, и тот аромат, только классическая версия, только в туалетной воде. Ну, бог с ним, мне в туалетчике пока хватает. Ну что, ребят, это бело-цветочная кремовость. Такая же, как и в Труссарди Донна, только здесь добавляются немного акватических аккордов и чуть солоноватых ноточек. Очень интересная такая композиция, знаете, и свежесть, и солоноватость, и кремовость бело-цветочная. Ну, со старта, да, и цитрусы здесь слышны. Ну, потом к базе они с Донной от Труссарди очень сильно похожи. Но Пинк Марина вот этими вот своими ноточками интересными очень так немножко отличает его от классической Донны. Красивейшая кремовая композиция от Труссарди. Обожаю Труссарди. Любимейший мой дом. И сюда же, ребят, я сразу же вам покажу. Это Only You от Parli Parfum. Это тоже, ребят, бюджетнейшая версия Труссарди Донна. Тоже с яркими цитрусами. На старте она мне больше похожа на Труссарди Донна в туалетной воде. Здесь очень много цитрусов. Но потом это тоже бело-цветочная, кремовая, нежная, сливочная композиция. Тоже достаточно бюджетный. Труссарди Дон бюджетный. Но и Parli Parfum, то есть на Озон, на Валберис. Присмотритесь, ребят, еще бюджетнейшая версия. Но не менее красивый парфюмчик. Следующий, ребят, ароматик. Это Сальваторе Феррагамо Синьорина Мистериоза. Не так давно он у меня появился. Но сыскал у меня уже море комплиментов. Очень-очень мне полюбился. Это ягодно-сливочный аромат. Здесь черники, какие-то ежевики. То есть здесь темные такие ягодки. Все это под шапкой взбитых сливок. И вот эта шапка, знаете, мне все время напоминает, когда коктейли взбивают. И вот эти вот пузырьки, они, если еще добавляешь какие-то там варенья или еще что-то такие, немножко как хлопья, такие красноватые. Ну, смотря что добавишь, желтоватые, красноватые, что добавляешь. Здесь вот такие вот темные ягодные хлопья. Очень красивая штуковина. Так же кремово, так же нежно, так же сливочно. Громко, стойко и комплиментарно. Присмотритесь, присмотритесь. Тоже недорогая парфюмка. Но очень-очень достойный аромат. Вот, скажем так, по-нишевому звучащий. И недешево, совершенно недешево. Ну и виновник-то, ребят, всего торжества, что у меня тут сегодня происходит, это, дорогие мои, всеми уже любимый, Дис Хё, от Задик и Вольтер. У меня, ребят, такая история с ним. У меня сначала появился маленький-маленький промничек, Задик и Вольтер. Все его расхваливали. Это было уже, не знаю, сколько лет, пять, может быть, назад. Потом я себе взяла у меня от Es Parfum аналог на Задик и Вольтер. Я вам скажу, ребят, очень-очень схожий, но это просто громчайшая версия Дис Ис Хё. Это просто суперубойная штука. То есть, если Задик, это кремово, нежно, сливочно, пудрово-сливочная история, такое все, мне кажется, все время близко к телу, хотя комплименты получаю, то это, ребят, Es Parfum Z3, циферка там, аналог на Задик и Вольтер. Причем, ребят, у меня что-то случилось, блин, с Пульвиком. У меня, короче, он не пшикает. У меня там чуть меньше полфлакончика. Я уже себе заказала, как говорится, атомайзер, перелью, жалко мне такую вещь. Я, ребят, себя однажды чуть не задушила в машине. Три, я, как всегда, многопшичничала же раньше. Три или четыре нанесения, все, я чуть не сдохла. Это была еще зима, зажива, форточки не откроешь. Боже, у меня так потом разболелась голова. Но это я передознула. Так что, Es Parfum, как говорится, надо быть аккуратней. Потом я, ребят, купила себе остаточек во флаконе. У меня там, я не знаю, флакончик такой. На камеру не видно, но он чуть-чуть прозрачный. То есть, такой, да, сам флакон, да, вот это вот скошенный, крайний, ровный. Как будто бы это какая-то льдинка, но льдинка молочная. Остаточек во флаконе взяла. Сейчас уже его допью. Потом у меня появился отливантик, задик и вольтер, джаст рок. Но, ребят, это более сладкая и немножко почульная, скажем так, версия This is Here. Ну, на старте здесь, мне кажется, вообще яркие цитрусы, но там, по-моему, заявлена тубероза. Он к базе похожий, так сказать, со своим прародителем. Мне отливантика джаст рок достаточно. Но, дорогие мои, глядя, что делается в магазинах, как говорится, на распродажах очень часто. Задик и вольтер вообще по каким-то смешным деньгам. Там, по-моему, тридцаточки в основном продают. И когда я чего-то тут спохватилась, а уже на распродажах его не стало, я побоялась, что, ребят, он скоро просто исчезнет. И, тадам, у меня целая сотка этого аромата. Я, если честно, я говорю, ребят, когда я стала вот думать об этом, что что такое распродажи, причем по каким-то смешным деньгам раздают. Были вот недавно, да, вот скидки все эти в летуалях, все, я ничего не купила. Но сейчас, ой, сейчас прибежит. И все, и я думала, 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 я схватила целую сотку. Ребят, ну, этого парфюма должна быть целая сотка. Во всяком случае, у меня. Это нежно, это кремово. Ну, ребят, по-моему, у ленивого уже только нет этого аромата. Но я такая счастливая, что я сотку схватила. Мне ее хватит, но очень надолго. Тем более, я еще остаточек добиваю, еще у меня аналог есть. Я, ребят, всеядная, я все ношу. Все, совершенно все. У меня соседи повели собаку гулять. Ему это услыхал. Сейчас, господи, сейчас распозлается, мам, дорогая. Что, дорогие мои, здесь прописаны, по-моему, какие-то жареные каштаны. Да, здесь есть ореховые ноточки, сливочные нотки. Господи, господи. Для меня здесь и ванили положили. Ну, красивейшая. Боже ж ты, мои. Ой, собаки нам это какой-то капец. Здесь, вы знаете, и старт такой остренький, перченый слегка. Ну, просто-просто прелесть. И я, ребят, решила, что сотки быть. Именно сотки. Распродавались в магазинах тридцатки по смешным ценам. А я, ребят, увидала в интернет-магазине по смешной цене. Я ссылочки оставлю, дорогие мои. Свой промокодик на скидку в 10% в интернет-магазине «Рандеву», который суммируется со всеми акциями и скидками магазина. И действует от 2,5 тысяч рублей. Еще в магазине, ребят, если вдруг, как я, захочется, но по деньгам не получится. Хотя, я говорю, совершенно недорого. Ой, ну, просто, ребят, ну, это любовь. Это любовь, это, это вот все, это апогей моей вот этой сливочной истории. Я просто вот это вот, булькает все. У меня радость на душе. Такой аромат, я говорю, сотка у меня должна быть. Если не хватает денежек в магазине, действует рассрочка. Оплата частями – это не кредит. То есть рассчитаетесь за несколько раз, и эта красота будет у вас. Присмотритесь, если кто-то не знаком. Ребят, это действительно нишевозвучащий парфюм в люксе. Это один из красивейших люксовых ароматов на тему взбитых сливок, на тему кремовую, на тему пудровую. Присмотритесь, присмотритесь, дорогие у меня. Видите, у меня тут целая батарея. За три блины, за четыри блины. То есть у меня целая батарея. Это все. Ну, потому что действительно, ребят, всегда, во-первых, его всегда отмечают на мне, особенно в прохладную погоду, на шарф его наносят. Вот эта ореховость, вот эта чуть-чуть дымность, сливочно-молочность. Ну, просто шик, просто красота. Так что, дорогие мои, вот такой у меня новичок-старичок в моей коллекции. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока.